Почему вы работаете на рынке? То есть это мое личное утверждение, вы можете в это верить или нет, но пока отметить для себя это как гипотезу, это не утверждение, чтобы я вас не ввел в заблуждение. То есть наблюдая за рынком, я понял, что, например, фигуры голова и плечи в природе не существует, теория Иллиота, предположим, не работает. И индикаторы невозможно постоянно настроить на постоянно, торговые системы рано или поздно перестают приносить деньги, то есть они начинают уносить деньги, кроме адаптивных торговых систем. И тут, собственно, мне попалась информация про так называемую фрактальную теорию рынка, которая, собственно, это все объясняет. Мы в основном об этом сегодня и поговорим. Значит, какие существуют проблемы в графическом анализе? Ну, я думаю, линии поддержки и сопротивления многих строить, учить не надо, то есть, соответственно, если у нас есть два минимума точка 0 и точка 1, мы можем, соответственно, через них провести линию. Ну, логично. Значит, какая возникает проблема? Возникает следующее. Если у нас дрогнула рука, и мы чуть-чуть промахнулись мимо точки 1, соответственно, линия эта в будущем, то есть, можно получить целый набор линий. И тут возникает резонный вопрос. Ту линию, которую построили вы, ее кто-то видит, кроме вас? То есть, получается, сообщество трейдеров, которое торгует на рынке, построило ряд ошибочных линий, которые для каждого являются поддержкой, поэтому, соответственно, данные линии, чем дальше они в будущее, тем они больше имеют погрешность. Но это еще не самое интересное. Предположим, вы работаете, опять же, на основании классических каналов или на основании классических линий поддержки сопротивления. И система ваша тренда следующая, то есть, система, которая действует по тенденции, и вы вошли, соответственно, в точку 3 на пробой. Классические методы, то есть, если мы, например, построим линии поддержки сопротивления для локальной тенденции и для глобальной тенденции, то есть, выход, соответственно, будет в точках 5 и точке 6. Если вы воспользуетесь даже каналом линейной регрессии или любым другим каналом, то выход будет достаточно поздно, и вы, соответственно, потеряете львиную долю прибыли. Значит, что бы хотелось получить? То есть, что бы в идеале хотелось получить для того, чтобы не терять прибыль? Вопрос входа в рынок – это как бы вопрос один, но еще же надо из него красиво выйти и получить максимальную прибыль для того, чтобы улучшить, соответственно, параметры торговой системы. Поскольку стоп-лоссом управляете вы, то есть, вы можете управлять только стоп-лоссом, размером стоп-лосса. Размером трейк-профита вы управлять не можете, вы можете получить ровно столько, сколько вам дает рынок. Поэтому, коль стоп-лосс для большинства трейдеров, которые уже торгуют достаточно долго, он фиксированный, ну, для каждого конкретного инструмента, там, например, евро 15 пунктов, пункт 25, на нефти, там, где-то полдоллара до доллара в зависимости от интервала торговли. И этим инструментом вы не можете управлять, улучшая параметры money management своей системы, то есть, вы можете управлять только тейк-профитом. Поэтому задача трейдера понятна, то есть, выжать из тейк-профита как можно больше. То есть, дать цене расти, но при этом зафиксировать ее в какой-то конкретной точке, в которой мы будем уверены, что дальнейшего движения не будет, и рынок, соответственно, ушел в боковик, либо развернулся в противоположную сторону. Значит, поэтому что хотелось получить? Во-первых, какую-то адаптивную систему и какую-то линию, которая будет двигаться за нашей ценой. То есть, вы видите, что линия поддержки, одна и вторая, никак не реагирует на точку 4. То есть, насколько бы максимально точка 4 и цена не вылетала вверх, линии поддержки и сопротивления остаются на одном и том же уровне. То есть, соответственно, они нам никакой информации не несут, и за рынком они не двигаются. Поэтому мне пришла довольно интересная мысль, что, скорее всего, линии поддержки и сопротивления, они криволинейные. Как думаете, можно построить криволинейную линию поддержки и сопротивления? Ну, то есть, как-то, наверное, можно. И второй момент, о чем я уже говорил. Хотелось бы, чтобы система поддержки и сопротивления следовала за нашей ценой. То есть, если цена уходит вертикально вверх, то, соответственно, линия поддержки и сопротивления должна приближаться. И как только рынок, соответственно, уйдет в боковик или начнет движение против нас, мы должны выйти из позиции, не думать. Выйти, и потом будем разбираться, что, собственно, происходит на рынке. То есть, разворот или движение в противоположную сторону. В результате получается, что все системы, которые классические существуют на рынке, они имеют два парадокса. То есть, они очень сильно запаздывают, начиная от мувингов. Ну, на примере мувингов легче всего это привести. То есть, индикаторы, базирующиеся на мувингах, имеют две проблемы. Если вы получаете короткий период следования этого индикатора, то есть маленький, там 5-7, то вы получаете большое количество ложных сигналов. Если вы, соответственно, настраиваете индикатор на длинный период, вы получаете очень большое запаздывание, изглазывание пиков цены. Поэтому хотелось получить такую систему, которая будет адаптивна. И, тем не менее, будет очень быстро давать реагирование на выход из позиций. То есть, даст возможность вовремя зафиксировать прибыль. Прежде чем двигаться дальше, то есть, пару слов про теорию фракталов. Идея заключается в том, что цена движется по рынку внутри какого-то определенного пространства. То есть, из точки 0 в точку 1. Внешнее ограничение в этом случае накладывает та среда инвесторов, как ее еще называют электронное стадо, которое, соответственно, имеет свои намерения на рынке. То есть, рынок идет из точки 1 в точку 0. При этом лучшее описание этой модели, то есть, это эллипс. То есть, мы в любой момент, любое движение можем очертить эллипсом и получить, соответственно, то пространство, в котором наиболее вероятно будет находиться цена или находилась в прошлом и будет находиться в будущем. На основании наблюдения рынка, то есть, ссылаясь на работу другого автора, если будет интересно, то я вам скажу, что это за книжка, значит, было обнаружено, что рынок – это так называемый антиперсистентный процесс памяти. Что значит антиперсистентный? Это процесс, который разворачивается чаще, чем нам хотелось. То есть, большинство методов анализа рынка построены на нормальном или гауссовом распределении. На самом деле, то есть, это распределение, оно на рынке не работает. То есть, все методы, которые с этим связаны, начиная от метода Монте-Карло, заканчивая Мартингейлом, они не имеют смысла, потому что рынок имеет очень большие выбросы и разворачивается чаще, чем при нормальном распределении. Поэтому, собственно, и появилась теория фрактального рынка. Притом, она появилась еще в 50-е годы прошлого века. Единственное, почему она ушла с рынка, и почему она не имела продолжения в физике и в математике. Потому что дальное распределение не имеет математического описания. То есть, кто знает гауссовое распределение, оно имеет, соответственно, легкое в описании математическое. То есть, можно получить дисперсию, среднеквадартическое отклонение, матожидание. Математически работать на основании теории фрактального рынка, то есть, практически невозможно. Но это я вас уже, наверное, чересчур загрузил. А так как я по большому счету практик, я просто постараюсь, я не смогу вам сегодня рассказать всю эту систему. То есть, у меня в январе будет по этому поводу мастер-класс, то всех приглашаю туда, о чем я скажу позже. Я сегодня просто покажу, что эта система может, и что она, соответственно, дает трейдеру, поскольку я понимаю, что трейдеры – это практики. А нас интересует, в первую очередь, практика. И еще одно такое маленькое наблюдение. То есть, представляете себе, что такое спираль Fibonacci? Кто-то в это верит, кто-то нет. Могу даже рассказать, почему многие в это не верят. Значит, есть, опять же, такая интересная проблема. То есть, мы все пытаемся строить FIBO-сетку или FIBO-расширение, FIBO-коррекции. И кто торгует достаточно давно, уже заметил, что цена отклоняется от FIBO-уровней. То есть, заметили. Ну, поэтому, соответственно, сразу логика, что эта штука просто не работает. Ну, тут вы, наверное, правы, но я тут немножко возражу. То есть, получается, что… Я забыл сказать про теорию фрактального рынка, что вот этот вот эллипс, то есть, значит, или внешняя среда, он формируется большим интервалом. То есть, внутренний шум меньшего интервала, он просто заполняет этот эллипс. Поэтому можно сказать, что на каких-то локальных участках, то есть, FIBO-наччи работает. Если мы складываем это все в общую картину, то, соответственно, получается отклонение. Почему они, собственно, получаются? Потому что наши конечные точки цены могут лежать в разных точках этой спирали. То есть, понимаете, что все эти точки, они будут либо попадать, либо не попадать на расширение по цене FIBO-наччи, либо попадать, не попадать на расширение FIBO-наччи по времени. Где бы, собственно, в каком месте нашего движения не закончился данный эллипс или наше, собственно, ценовое движение, эллипс – это, получается, единственная фигура, которая лучшим образом связывает FIBO-цену и FIBO-время. То есть, так называемые, мы переходим к разряду сделок по цене и по времени. Большинство трейдеров, то есть, кто из вас анализирует время? То есть, большинство работают с ценой. Ну, пару человек есть – это хорошо. Значит, зачем нам надо анализировать FIBO-время и время на этом рынке? В прошлом или позапрошлом году, я так понимаю, американские, по-моему, ученые получили Нобелевскую премию за то, что они на рынке разделили тренд и флет. То есть, зачем нам это надо? Строим так называемую линию поддержки эллипсом. При этом, чем хорош этот метод, он учитывает амплитуду. То есть, если мы находимся в верхней части, мы учитываем максимумы, если мы находимся в нижней части, мы учитываем минимумы. То есть, мы учитываем всю амплитуду рынка, не срезаем ее, как это делают индикаторы и другие методы анализа. Мы в данном случае анализируем непосредственно цену, непроизводные инструменты, тем самым теряя минимум информации. Если, ну, соответственно, красный квадратик показывает место окончания тенденции вверх. И при этом, как трейдеру, мне не важно, то есть, собственно, цена пойдет дальше вверх или дальше вниз, то есть, мы пытаемся заработать на любом движении. В данном случае мы не знаем, какое дальнейшее поведение цены. То есть, мы имеем определенную мертвую зону, но, тем не менее, позицию в данном случае в лонг мы фиксируем до выяснения обстоятельств, что, собственно, происходит на рынке. Ну, это, собственно, неудобно аналитикам, но для трейдера, по-моему, прямое, понятное решение. Неважно, но я бы не анализировал графики ниже 30 и 15 минут. Дело в том, что получается, когда на маленькие тайфреймы заходят крупные игроки, то вы можете получить картину. Ну, кстати, спасибо, хороший вопрос. Значит, вот предположим, что мы знаем, что цена будет двигаться из точки 0 в точку 1. И точно можем построить этот эллипс, я вам предвозительно сегодня покажу, как. Но мы абсолютно не знаем, какое будет заполнение этого эллипса и где и в каком месте коснется цена этих стенок. То есть, получается, у нас есть ключевые точки, между которыми двигается цена, но, тем не менее, мы не знаем, соответственно, какая будет волновая структура внутри и как цена поведет себя внутри. То есть, я думаю, что я ответил на ваш вопрос. Но в данном случае мы еще ничего не прогнозируем, мы просто анализируем текущую ситуацию. То есть, мы анализируем прошлое, совершенные факты. Значит, мы, соответственно, с помощью эллипсов разделяем это все на меньшие подволны. То есть, мы так можем двигаться до бесконечности вниз. Но, опять же, не увлекайтесь. То есть, на диковых графиках это делать, наверное, не надо. И точно так же мы можем выходить на викли и месячные интервалы вверх. То есть, мы имеем картину, собственно, где цена у нас находится внутри каждого эллипса на всех интервалах, если вы используете систему, например, трех экранов или другую систему, которая вам позволяет множественно взглянуть на то же самое, скажем, поле цены. Значит, что нам это дает? Это дает еще один момент фрактального рынка, что рынок, в принципе, имеет свободную структуру, ограниченную верхним периодом, то есть, внешним периодом. И, тем не менее, он имеет бесконечную степень вложенности. То есть, каждый эллипс большего порядка можно разбить на подволны с помощью эллипсов меньшего порядка. При этом, в отличие от теории Эллиота, рынок не имеет постоянной структуры. То есть, рынок имеет ограничения, и внутри этого ограничения свободную структуру. Соответственно, потом мы разделяем, выделяем это все на мановолны меньшего порядка, получаем, собственно, зигзаг внутри большего эллипса. Ну, как угодно. 1, 2, 3, то есть А, В, С. То есть, этого, в принципе, достаточно для того, чтобы понять, закончена ли данная структура или нет. И, коль у нас пробита линия поддержки данного эллипса, которая параллельна его оси, мы можем, грубо говоря, точку 0С выделить в одну волну большего порядка. Мы еще не знаем, что это за волна. То есть, мы можем анализировать ее потом, только в составе большей структуры. Значит, что мы еще можем делать на основании данного метода? Можем строить так называемые сценарии. Для трейдеров эта затея опасна, для аналитика, в принципе, неплохая. То есть, аналитик может спрогнозировать максимум и минимумы цены на каком-то интервале времени, то есть, на каждом временном срезе. Предположим, у нас есть текущая ситуация по евро. Это часовой график вчерашний, по-моему. Кто торгует евро, я думаю, увидел знакомую картину. Значит, что мы сейчас имеем? Был какой-то довольно серьезный, довольно серьезная нисходящая тенденция. Линия эллипса пробита, и в данном случае есть два варианта. Либо начнется коррекция по евро, либо продолжится движение вниз в параллельном канале. Нам никто и ничто не мешает построить два сценария. То есть, мы строим один сценарий восходящий и один, соответственно, сценарий нисходящий. То есть, если это все увеличить, то это выглядит вот таким вот образом. То есть, мы работаем в разрезе этих двух сценариев. Значит, какие действия трейдера в данном случае могут быть? Если открыта короткая позиция по евро, пока не пробит нисходящий эллипс, а точнее его линия сопротивления, мы можем короткую позицию по евро держать. В длинную позицию мы можем зайти только в том случае, если цена перейдет на первый сценарий. То есть, у нас есть первый сценарий, отличный вход от границы эллипса и короткий стоп-лосс. Эллипсы строятся на основании фиборасширения. Фиборасширение. То есть, фибовремя, фибоцена. И конечная точка линии 1 на рисунке, да. На основании фиборасширения. Я просто не успею это показать. Если вас заинтересует этот метод, я 22 числа читаю мастер-класс, то есть, приглашаю всех. Я покажу там все, все нюансы и весь волновой анализ, который требуется для этого. 22 января. То есть, я еще про это немножко позже скажу. Я просто сегодня не хочу останавливаться на методах, потому что они довольно трудоемкие. Начинается с того, что надо определить значимые минимумы и максимумы, разделить это все на волны, провести волновой анализ и потом только начинать какое-то построение. То есть, я просто сегодня пытаюсь показать, что эта система может. То есть, наподобие, как я презентую автомобиль, который разгоняется за 4 секунды, за 200 километров за 4 секунды. Но вас, то есть, интересует как, как я вам расскажу на мастер-классе. Ну или пообщаемся после, кому будет очень интересно, пообщаемся после моего доклада. Соответственно, если у вас еще не открыта короткая позиция, неплохо было бы ее опять же открыть от границы эллипса после какой-то коррекции, то сейчас, скорее всего, что по евро будет принято какое-то решение, то есть, участниками рынка, куда, собственно, пойдет цена. То есть, здесь я хочу отметить, что цена на самом деле имеет какую-то свободу, и поэтому в какие-то есть моменты, есть выбор, цена может пойти как вверх, так и вниз. Это плохо для аналитика, оно абсолютно никакого значения не имеет для трейдера, то есть, наша задача – зарабатывать, куда бы цена ни пошла. Точка входа по данной системе от границы эллипса. После маленькой коррекции, когда цена перейдет в верхний эллипс, и после маленькой коррекции, когда цена перейдет в нижний эллипс. Да, тут я не исключаю, то есть, у системы есть стоп-лоссы тоже. То есть, она не дает стопроцентный результат. А стоп-лоссы есть? Стоп-лоссы есть. То есть, для чего, в принципе, стоп-лоссы? То есть, стоп-лоссы нужны для того, что если вы неправильно сделали прогноз, вы, соответственно, получаете стоп-лосс. Но, коль вы задали этот красивый вопрос, я на него отвечу следующим образом. Данная система дает возможность заходить с маленькими стоп-лоссами и иметь соотношение take-profit стоп-лосс более 5. На фондовом рынке 10-20. То есть, если вы даже совершили, как вы предположили, три ошибочных входа и потеряли, там, предположим, на евро 15-20 пунктов на каждом и зашли, как бы, в долгосрочную позицию, то одна прибыльная сделка, в принципе, это все компенсирует. Я не говорю, что эта система выдает только правильные все правильные решения. Три входа уже вверх, а три входа вниз? Дело в том, что если бы вы проанализировали бы FIBA время, это уже, ну, мы сейчас уже в технические дебаты уходим. То есть, было движение вверх. Если бы вы хотя бы взяли FIBA начи от него, 1.618 вправо по времени, дали бы ему время 68% на коррекцию, то есть 62% на коррекцию, то, по крайней мере, два хода вверх у вас бы уже не было. То есть, вы с помощью бы FIBA времени два ложных сигнала вверх отфильтровали. То есть, если вы предполагаете, что идет движение дальше вверх, то есть, есть кусок движения, то дайте рынку, собственно, 60% этого времени на коррекцию. Дело в том, что я пытаюсь объяснить, но попробую пообъяснить. Сам эллипс, он не дает сигналы на вход и выход из позиции. Он очерчивает то пространство, в котором может находиться цена в будущем. То есть, поэтому методы прогноза с помощью эллипсов я новичкам не советую, они довольно сложные. То есть, вы должны сложить всю структуру на меньших интервалах и на больших интервалах. Когда у вас получится множественный сигнал на всех интервалах в одну сторону, грубо говоря, вы тогда заходите в позицию. То есть, у вас должны внутренние и внешние фибоначи и эллипсы сложиться все в одну какую-то единую картину. Если, получается, в данном случае евро на большем таймфрейме находится посредине, говорить о том, что его продавать или покупать, в данном случае нельзя на основании, грубо говоря, моей системы. Это, опять же, давайте будем двигаться дальше. Потом лучше пообщаемся на более детальные вопросы после моего доклада. Значит, в чем здесь, собственно, идея? Идея в том, что если на основании определенных параметров, а точнее фибосетки, построено два эллипса вверх и вниз, то мы, соответственно, если мы входим в лонг по евро в данном случае, мы работаем от нижней границы эллипса, это наша зона входа, притом постоянно по этому тренду, то есть мы можем держать позицию либо целиком, либо каждый раз перезаходить снова. Если, соответственно, мы получаем, что пробит эллипс восходящий, что же, в принципе, вчера вечером произошло, то есть мы быстрее всех получаем информацию о том, что с восходящим трендом по евро что-то не так. Но это абсолютно не сигналы на вход и выход из позиции. То есть мы просто анализируем пока ситуацию. То есть ту ситуацию, то есть есть ли у нас возможность сделки. Зоны входа-выхода, постановка стоп-лоссов, это опять же на мастер-классе, то есть это не… в пределы данного доклада я просто не вложусь. Значит, что еще можно делать на основании эллипсов? Апционами кто-то торгует? Ну, если… Ну, давайте попробуем разобраться. Я думаю, что где-то все слышали про опционы, значит, зачем это будет интересно продавцам и покупателям опционов. Данная система больше интересна продавцам. То есть если вы научитесь правильно строить эти эллипсы, определять ключевые точки, продавцы, в смысле не те, которые продают опционы, а те, которые их выписывают. То есть получается, есть зона за пределами эллипсов. Если вы продаете опцион или выписываете опцион в этой зоне, то он с большой вероятностью не будет исполнен. То есть вы просто получаете свое вознаграждение от покупателя, и опцион, соответственно, исполнен не будет. Тем не менее, то есть если вы торгуете опционные, какие-то применяете стратегии или там хеджирование, использование фьючерсов внутри данной стратегии, внутри эллипса, то есть вы на каждом временном интервале имеете срез возможных нахождений цены по времени. То есть что нам это дает? Если мы, например, находимся в точке 2, то есть какие наши действия, если у нас нет возможности, соответственно, просто захеджировать свою позицию? То есть мы можем, соответственно, зайти в короткую позицию, если мы получили второй подтвержденный какой-то дополнительный сигнал. И, соответственно, если мы ошиблись, мы можем эту позицию захеджировать опционом call. То есть то же самое в нижней части эллипса, то есть мы можем заходить в лонг и хеджировать позицию опционом put. Ну, мы заходим в длинную позицию, например, по нефти, и, соответственно, продаем опцион на понижение put. Покупаем опцион put, виноват. Соответственно, при окончании этого движения, то есть у нас есть возможность только, соответственно, купить опцион call в расчете на то, что, соответственно… Есть опционы put и call, и опционы передачи можно продать. Да, покупка. Значит, в точке 2 мы покупаем call и продаем базовый инструмент. В точке 3 мы покупаем put и покупаем базовый инструмент. Дело в том, что в зависимости от вашей тактики, и вы работаете… То есть есть же варианты разные. То есть вы работаете чистыми опционами, просто торгуете опцион, хеджируетесь, или используете, например, фьючерс вместе с опционом. То есть все зависит от выбранной вашей тактики. Я хотел вам просто донести одну такую мысль, что опционы за пределами данного эллипса, то есть скорее всего, что исполнены не будут. То есть покупать опционы за пределами эллипса не имеет смысла, то есть, так как говорится, в этом случае зарабатывают только продавцы, то есть те, кто выписывает опционы. Но так как я не увидел ни единой руки, то есть людей торгующих опционами, то есть мы давайте будем двигаться дальше.